Рассказывай мне, пожалуйста, как ты попала в фигурное катание? Ютуб еще об этом не знал, не знает. Меня отвела мама, когда мне было 3 года. Отвела она меня, потому что я болела часто, и она решила хоть как-то меня закалить. Но она звонила в художественную гимнастику, там сказали, что с 4 или с 5 лет принимает, а мне 3,5 года. И она позвонила в фигурное катание, и сказали, что в принципе, если у вас ребенок не будет кушать лед, то мы его возьмем. Я пришла, не кушала лед, сказали, что все хорошо, но правда на следующий день я опять заболела. Чуть сильнее. Но в итоге продолжила заниматься, и уже когда 4 года исполнилось, я ходила и на лед, и на художественную гимнастику, и на больницу. А на художественную гимнастику ты к кому ходила? А у нас там в Казани было. Ну просто мне мама даже говорила, что на 3-й юншеский дала. Серьезно? Нравилась художественная гимнастика? Ну было больно, скажем так. Но зато в дальнейшем мне это очень помогло, потому что меня хорошо растянули, я со стульчиках на шпагат садилась. Так что это мне очень помогло. Также я на танцы ходила до 5 лет. Просто как развивающая. И естественно, я не могу спросить. Ты уже сказала, что танцами сбрасываешь напряжение, но понятно, что очень юная, может быть половиной и не понимаешь, что сейчас происходит вокруг вообще твоей фамилии и тебя. Как бороться со стрессом? Ты уже можешь научить. Со стрессом. Я еще учусь с ним бороться, потому что это на самом деле оказалось сложнее. Но я, например, на Олимпиаде я гуляла очень много. Очень много гуляла. Сколько ты шагов сделал? Не знаю. У нас почему-то была маленькая деревня, и там даже полный круг нельзя было сделать, потому что там везде все огорожено. И я вот по полкругу так ходила. Ну, по крайней мере, по полтора часа. И утром, и днем, и вечером. В хорошем темпе. Ну, это где-то 20 тысяч шагов ты делала, мне кажется. Ну, как минимум. Да, плюс-минус, потому что я-то как бы это шагоман. Шагоман. Я обожаю ходить, и ты права, действительно, это динамическое такое разгружение. А какая музыка? Что слышала? Ой, грустные песни слушала. Почему? Не знаю. Зачем? Ну, наоборот, погрустила, лучше погрустила, пока я ходила, а потом уже такая сбросила, и все, и напряжение, и поехала на тренировку. Ну, ты такая позитивная, такая красивая девочка, такая улыбашка. Но я вот хочу обратиться к вам, дорогие мои журналисты. Почему, когда вы делаете, в принципе, публикации о Камиле Валиевой, почему вы используете вот такие все время фотографии? Это их любимые всегда. Что это такое? Просто я каждый раз смотрю, я и думала, что ты сейчас ко мне придешь, вот такая вот... Ну, что это такое? Ну, скажи мне, вот ты ведешь социальные сети достаточно активно. Да. Комментарии иногда сбивают какие-нибудь негативные, или тебе пофигу? Да, уже как-то, ну, за этот год, скажем так, я уже к этому более-менее, ой, извините, более-менее спокойно начала относиться, и уже не так часто читая комментарии, если что-то нужно мне сказать, у меня есть тренер, у меня есть мама, у меня есть очень много людей в моем окружении, которые мне действительно скажут то, что, ну, что нужно поправить и так далее. Мне не нужно лезть в комментарии и смотреть, что же со мной не так. Ну, нет такого запроса у тебя, да, сейчас как полезу, как посмотрю. А что ты можешь молодому поколению сказать, которые, ну, вот, честно, вот этот некий, иногда и бывает, и травли, и буллинг, мешают жить, и тяжело, понимаешь, девочкам молоденьким особенно. Да, это на самом деле... Как абстрагироваться? Ну, меньше, меньше быть в социальных сетях, меньше делать из этого что-то важное. То есть сейчас мы больше живем в социальных сетях, чем реальной жизнью. То есть мы все время, если куда-то идем, то надо сначала снять, а потом уже, значит, что-то смотреть. Или иногда ты даже не смотришь реальными глазами, а все через телефон делаешь. И просто нужно поубавить важность социальных сетей и поубавить людей, которые все пишут. Потому что по факту это люди, которые скрываются за какими-то аккаунтами, и порой это даже просто аккаунты без фотографий, и что-то тебе пишут. И я думаю, что если бы человек тебя увидел вживую, он бы тебе такого никогда не сказал. То есть, ну, просто поменьше. Ну, это сейчас новая реальность, но можно вот так оттуда убежать, правильно? Но ты не, конечно, ты не из тех людей, которые боятся потерять популярность, потому что ты ее зарабатываешь совершенно другим путем, а не через социальные сети. Но для многих это становится работой, понимаешь? И девочки там 16-17 лет уже становятся известными блогерами и так далее. Понятно, что там тоже некий иммунитет. Но я все чаще и чаще слышу, что уровень депрессии среди молодежи повысился. То есть, вот, например, когда я росла, я даже такого слова не знала. Депрессия. Потом, ну вот честно, да, у нас были какие-то там потасовки в школе, что-то мы там могли не поделить в коллективе, в гимнастическом, женский коллектив. Это же, понимаешь, такая про дружбу компания. Мы все это понимаем. Это клубок друзей. Ну вот я сейчас стала родителем уже. Пока, слава богу, ни Роберт, ни София, 9 и 6 лет, они даже не прикасались еще к социальным сетям. И нам запретили вообще выкладывать их фотографии, потому что, говорят, мы этих людей не знаем, нам это не нравится, мы этого не хотим. Вот пока так, слава богу. Но я вижу у знакомых, там уже антидепрессанты начались, понимаешь? Да, и я вот про то, что спорт реально лечит. Да, это потому что ты чем-то занимаешься все время, и даже если тебе грустно, ты в свое удовольствие хоть что-то делаешь. Расскажи мне, вот о чем маленькая Камила мечтала, когда выходила на лед? Стать олимпийской чемпионкой. Это вот такая глобальная мечта, потому что я даже маме все время и в садике говорила, я хочу стать олимпийской чемпионкой. А так мне очень нравилось кататься, ну прям очень. И вращаться нравилось, и кататься нравилось, и просто вот само вот это ощущение скорости, когда у тебя ветер в лицо, я так говорю, вау! Это нереально на самом деле, честно, я пыталась встать на коньки, меня Леша Ягудин пытался поставить в первый сезон ледникового периода, да, серьезно, но это было так, это я встала и вот так вот разъехалась, потому что я дальше этого не смогла ничего, вот верю, серьезно. Для меня это что-то непостижимое, правда, сколько вы меня не учили, а скорость, как тормозить, вот так вот, да, подворачиваетесь? Вот мы поперек ставим лезвие, и как раз там, ну это мы всему учат, вот, наверное, первый год ты просто учишься затормозить сначала пяточкой, я иногда даже в борт влетала, потому что маленькая и не успевала затормозить. Но тем не менее приходила, каждый день приходила. Конечно. Но были же какие-то поражения наверняка, но это тебя не останавливало, то есть ты сразу влюбилась или больше любила мама фигурное катание? Ну, я думаю, лет до шести я как минимум не понимала. Не понимала? Ну, как бы, ну, просто я вот каталась, и мне просто было хорошо, что я каталась, что выиграла, не выиграла, как-то мне было все равно. А вот после шести лет я уже переехала в Москву, и там уже попала к более серьезному тренеру, и это уже стало важно. Ну, конечно, когда проигрываешь, такое себе, такие себе эмоции, в осознанном возрасте, то есть это после, ну, когда уже на международный старт выходила. Осознанный возраст, скажи, пожалуйста. Это международный старт, это юниорский, ну, с начала юниорского года, с тринадцати лет. Вот, там, ну, если я все делала, я и выигрывала. Но понятно, что если у тебя ошибка, то ты на следующий день придешь на каток, и все будешь переделывать до тех пор, пока это не станет просто идеально. Сама или под давлением тренера? Сама-сама. Сама-сама? Да, тренер, конечно же, говорил, что, как делать, сколько, но даже если вдруг не получилось, я еще, еще, еще делала, делала, делала. То есть трудоголик такой, да? Да. А как со школой дела? Расскажи, пожалуйста. Нормально. Я... Такой нервный смешок. Ну, в прошлом году я сдала УГЭ, в этом году я уже готовлюсь активно к ЕГЭ. До того, как я готовилась к этим экзаменам, я просто ходила в школу, так, раз, ну, пару раз в неделю, и просто давала задания, домашние задания. А сейчас я в перерывах между тренировками с учителями онлайн занимаюсь. Вот, как раз-таки подготовкой к экзаменам. Мне это очень удобно, чтобы туда-сюда не ездить, не тратить. Твой любимый предмет какой? Математика. Серьезно? Да, мне нравится. Откуда такое вообще? Это странно даже. Не знаю. Ну, как-то точные науки мне больше нравятся. Я знаю, что если вот это плюс это, значит, точно будет вот это. То есть логика должна быть во всем. А есть какие-то приметы, потому что очень любят говорить про спортсменов, что мы мнительные и верим во все эти приметы. Вот ты мнительная? Ой, бывало. Да? Да. Ну, я стараюсь это убирать, ну, потому что это уже доходило до крайностей. Ну-ка, сейчас подожди, мы уберем авокадо с волос. Так. Супер. Какие крайности были? Ну, то, что если я вдруг надела конек не с левой ноги, то я расшнуровывалась еще раз. Расшнуровывалась, снимала еще раз, надевала коньки. Ну, как бы сейчас этого нету, сейчас все нормально. Но у каждого, на самом деле, свои приметы. Вообще, у кого я не спрашивала, ни разу не совпало.